Сейчас буду разводить лекарства, друзья. Пропоечку делаю 5 дней с этим лекарством, это синтетический антибиотик, если кто не знает, друзья. Пропойку делаем от 3 до 5 дней, у меня сегодня четвертый день уже, я буду пропаивать 5 дней, то есть еще завтра буду пропаивать. Разбавляется 1 миллиграмм вот этого раствора на 2 литра воды, но не обязательно, друзья, 2 литра воды разбавлять и давать цыплятам, если их вдруг у вас мало. Я, например, беру пол-литровую баночку и делаю себе раствор. Сколько мне надо на пол-литровую баночку? 0,25 миллиграмм, вот так. Друзья, если нам на 2 литра надо 1 миллиграмм этого препарата, на литр полмиллиграмма, на пол-литра 0,250 миллиграмм. Вот я набрала шприц, четвертую часть получается нужной дозировки, вот, растворяю пол-литра кипяченой, не горячей воды. Теперь это все перемешиваю, вот так вот. И я почему делаю пол-литровую баночку, друзья, потому что цыплята больше не выпивают. И лучше я всегда сделаю свеженький раствор, чем он у меня будет лежать сутки или больше суток. Это неправильно. Лучше пусть будет препарат всегда свеженький для цыплят. Вот они выпьют эту водичку, я потом еще сделаю пол-литровую баночку. Если цыпляток больше, то, конечно, можно делать и литровую банку, и двухлитровую банку. А если у вас 10 цыпляток, можно вообще сделать раствор на стаканчик воды. Это пока цыплятки маленькие, особенно когда начинаем только давать пропоечку, да, они вообще еще мало пьют, цыплятки, да. Поэтому вообще можно меньше растворять, можно меньшее количество делать раствор. Друзья, после того, как я заканчиваю давать им энроксил, это завтра будет, последний пятый день, я буду давать байкокс. Байкокс 2 дня. Разбавляется 1 миллиграмм раствора на литр воды. И 2 дня дается цыплятам. Кстати, будьте предельно осторожны с работой вот этого препарата. Он вреден, опасен для человека. То есть, если мы разбавляем вот в такой баночке раствор, для людей потом нельзя пользоваться вот такой тарой. В пищу ее использовать нельзя, в такую тару. Ложкой будете, вилкой мешать, да, вот это вот дело. Нельзя использовать. Или потом очень тщательно это все надо прокипятить, промыть. Но для человека токсичен, ядовит этот препарат. Дальше, после того, как 2 дня подаю байкокс, я начну давать био-супер-вид. От 5 до 7 дней. 7 дней я, наверное, не буду давать, цыплятки маленькие, но 5 дней, наверное, вот так вот и подаю. Посмотрю еще. Разбавляю 1 миллиграмм раствора на 2 литра воды. И то же самое, друзья, я буду делать не 2 литра воды им сразу, да. Буду разбавлять на литр воды. Уже не полную травовую банку буду делать, а литр воды. Потому что цыплята через, сколько это получается, через 3 дня, да, они уже будут постарше, будут воды больше пить. Поэтому я уже буду на литр воды это делать. Вот. Байкокс то же самое. Я буду делать сразу на 1 литр воды. Ну, а этот препарат, повторюсь, я делаю по пол-литра. Вот, допустим, утром сделала пол-литровую баночку, выпили за день, да. Вечером сделала другую пол-литровую баночку. Если они раньше выпьют, значит, я сделаю раньше пол-литровую баночку. Но надо смотреть по цыплятам, друзья. Если они у вас выпивают больше воды, значит, сразу делаем на то количество, которое они пьют воду. Выпивают литр, значит, сделали на литр и дали им пить. Вот и все, и все заморочки. Выпивают больше, значит, сделали на 2 литра воды. Я делаю на пол-литра воды. Вот так, друзья, наливаю в стаканчики и ставлю по углу коробочки. В одном углу и в другом углу водичка. Я всегда наливаю в стаканчики, друзья, цыплятам. Пока они у меня живут в коробочке, пока они маленькие. С ростом цыплят меняю стаканчики, конечно, на побольше. Вот, пьют, пошли пить. Вот эту пропорочку, друзья, я начинаю давать цыплятам с трехдневного возраста. Пять дней даю энероксил. Два дня байкокс. И пять дней биосупервит. Вот эту пропорочку я буду делать для вот этих моих цыпляток, которые вылупились в пластиковом механическом инкубаторе, друзья. Эта цыплята у меня тут не все. У меня есть еще цыплятки в другой коробочке. И сейчас сюда я, скорее всего, еще перекину немножко цыпляток. Вот, они у меня были в поменьше коробочке, друзья, вот в этой. Вот, хватит им там. Кормлю комбикормом стартовым, который идет от нуля до трех недель. В этот комбикорм, друзья, все входит. Нужное для цыплят. Кремиксы, витамины. Все входит в состав этого комбикорма. Сойвый шрот, костная мука. В общем, все, что нужно цыпленку, маленькому организму, да, все в этом комбикорме присутствует. Но, опять же, друзья, если производитель у нас честный, да, то все это будет присутствовать в комбикорме. А если где-то махлюет, то, конечно, будет не хватать полезных составляющих в корме для цыплят. Субтитры создавал DimaTorzok